Хотел начать вот с такого, ну с такой новости, кровной мести Кадырова и та реакция, которая уже последовала. Целый глава региона, в данном случае Дагестана, Сергей Меликов, записал обращение, высказался в поддержку Сулеймана Керимова, собственно, тому самому Керимову Кадыров и объявлял в том числе кровную месть. Главы различных муниципальных образований начали тоже записывать видео в поддержку Керимова. Но вот никак не сходит этот конфликт с публичной сферой и Кадыров, по-моему, не дает ему вот сойти на нет. По-вашему, вот насколько это серьезно для внутриполитической стабильности? Ну и вроде как раньше такого не было, чтобы себе позволяли вот такие фривольности, ну даже Кадыров. Ну, другое позволяли, знаете ли, позволяли применять силу без всякого на то законного права и без всяких на то оснований. Позволяли в разных регионах беспредельничать руководителям этих территорий в Российской Федерации. Много чего позволяли. Воровать позволяли в огромных количествах и закрывали на это глаза. При одном условии, что сегодня по тем или иным политическим соображениям этот конкретный глава конкретного субъекта федерации или там республики в составе РФ нужен Кремлю, помогает Кремлю, лоялен Путину и служит делу укрепления и консолидации власти в руках российского диктатора. С Чечной, конечно, особая ситуация, но в Чечне на самом деле законы Российской Федерации фактически не действуют уже с тех самых пор, как Рамзан Кадыров пришел к власти. Они перестали действовать не полном объеме, но поначалу, когда республикой руководил его отец Ахмат Кадыров, потом процесс, что называется, пошел вширь и вглубь. В России все прекрасно знают, что, знаете ли, что дозволено Рамзану Кадырову, не дозволено больше никому. Все прекрасно понимают, что клан Кадыровых – это та политическая и военная сила, которая позволила Путину умиротворить Чечню еще в нулевые годы. Ведь, если называть вещи своими именами, федеральным войскам, внутренним войскам не удалось подавить восстание чеченского народа. Мы в данном случае какие-то эмоциональные, моральные оценки выводим за скобки. Вот было восстание, чеченцы восстали, правы они были ли, ошибались ли они, но они восстали, вооруженным образом повели войну за независимость, за отделение от Российской Федерации. Ну, понятное дело, что сепаратизм – это, в принципе, по нормам международного права негативная штука, которая осуждается, и преследование сепаратистов даже во многих европейских странах воспринимается международным сообществом как вещь абсолютно допустимая, и более того, как вещь правильная. Бороться с сепаратистами – это, как минимум, вещь абсолютно разрешенная для руководителей любого государства, любого правительства. Возьмите ту же Испанию, например, где центральные власти борются с сепаратизмом каталонцев, с сепаратизмом басков. Французы имеют такого же рода проблемы, скажем, на Корсике. Ну, не буду погружаться в эти материи, я просто хочу сказать, что, тем не менее, вот сепаратизм кому-то может нравиться, кому-то не нравится, кто-то его будет осуждать, кто-то будет искать те или иные причины, которые могут его оправдывать и так далее и тому подобное. Ну, вот была история с двумя чеченскими войнами, в которых российская армия победить не смогла. Окончательной победы не удалось добиться ни в первой, ни в вторую чеченскую войну. И вооруженный чеченский сепаратизм, вот это вот движение инсургентов за независимую Ичкерию, было более-менее подавлено только после того, как Путин взял на вооружение политику чеченизации войны. То есть весь груз войны, боевых действий, наведение порядка, зачисток, физической ликвидации главарей отрядов боевиков, скрывавшихся в горах и оттуда совершавших набеги на города и села Чечни, совершавших теракты и так далее. Вот только после того, как сами эти же чеченцы, принадлежавшие к чеченскому клану, взяли на себя, к Кадыровскому клану, взяли на себя груз этой колониальной, по сути, войны, только после этого чего-то удалось добиться. И, конечно же, в результате Путин очень многим обязан Кадырову. Кадыров своим могуществом, своим богатством, своими мечетями и дворцами, которые украшают города и села Чечни, обязан Путину. И, в общем-то, страна эта живет, по сути дела, как независимое государство в государстве Российская Федерация. Поэтому мне, в общем, все понятно. Ничего такого в этом особенного нет. В очередной раз Кадыров заявляет о том, что я отдельный, я особый, мне дозволено то, что не дозволено больше никому. Может быть, кто-то это забыл. Не Путин, может быть, кто-то из людей в его окружении. Тот же Сулейман Каримов, как он называется, попытался замахнуться не под чину. Ну вот, имеем то, что имеем. А, конечно же, при этом держим в голове, что только-только пошатнется режим Путина, только-только даст трещину, только-только окажется, что путинское руководство России ослабевает. Как, поверьте мне, Кадыров еще покажет. Если, конечно, будет жив. Ну, слухи о его скорой смерти, о том, что он неизлечимо болен, пока, как мы видим, не подтверждаются. Но я абсолютно уверен в том, что при первой же возможности он первым вильнет хвостиком и первым же попытается ослабить связи с центром, взять еще больше власти в свои руки. Ему не нужно там откалываться от России. Россия ему много чего дает. Пока есть возможность сосать ее, как добрую матку, он будет по полной программе этим пользоваться. Ну, а вот когда ему денежные потоки перекроют, вот тогда, помяните мое слово, Кадыров напомнит Граду и Миру о том, что он когда-то воевал за независимую Эчкерию. Помните, у него была заочная полемика с польским министром иностранных дел, когда в адрес Кадырова прозвучали там в Польше какие-то слова жесткой критики по поводу ситуации с правами человека, а Кадыров тут же бросил в ответ. А где вы были, когда мы воевали за независимую Эчкерию, когда я воевал за независимую Эчкерию? Вы, европейцы, тогда нас не поддержали, вы в нас видели только сепаратистов и террористов и бандитов, и от нас нос воротили, да, ничем не поддержали нашу борьбу за независимость. А теперь возникла ситуация, когда мы для того, чтобы сохранить чеченский народ, вынуждены были замириться с Путиным, а теперь вы нас ругаете за то, что у нас с правами человека не все в порядке. Это, знаете, был месседж тогда, на мой взгляд, не только Польше и польскому министру, который там не по чину на себя взял, тоже замахнулся аж на самого Кадырова. Это был месседж еще и своим сторонникам, которые могут быть там чем-то недовольны. Ребята, я ничего не забыл, я воевал за независимую Эчкерию, с Путиным я дружу, потому что вот другого не было, спасти Чечню от полного уничтожения, от полного разорения, но я в случае чего опять буду с вами, опять подниму зеленое знамя независимой Эчкерии. Слепросхвостик вы упомянули, хотел с вами еще вот о таком явлении, как квадроберы поговорить, но с точки зрения, почему так много внимания? Нет, почему так не пущать, запрещать, потому что непонятно или потому что видят в этом, ну какую-то лазейку для тех, кто не хочет воевать. Скажут, у меня лапки, я воевать не могу. Почему такая резкая реакция? Ну бегают себе кто-то нявкает, кто-то гавкает, ну и бог с ними. Нет, на всех этих пропагандистских шоу все уже прокомментировали, высмеяли, запретили и так далее. Ну вы знаете, а почему в свое время боролись со стилягами? Чем стиляги были в 50-е годы, в конце 50-х опасны советской власти? Да, вы помните, сегодня парень любит джаз, а завтра Родину продаст. Родину продаст, да. Помните эту историю, рассказанную в таком, может быть, несколько гротескном виде в мюзикле «Стиляги», который мы с удовольствием, наверное, смотрели. Сегодня уже смотреть едва ли кто-то будет в Украине, потому что, ну, российского производства кино, да, и там, не помню уж кто играет, но наверняка играют какие-то актеры, которые в том числе… Ну, Гармаш, тот же Гармаш. Ну, тот же Гармаш, в конце концов, да. Отдельная тема, не будем в нее погружаться просто. Ну, действительно, вот было такое явление, там, карикатурно одевавшиеся молодые люди, которые копировали звезд своей одежде, звезд американской эстрады, которые надевались, пытались одеваться так, как Элвис Пресли. А потом выяснилось, что в Америке никто так и не одевается, и все это, знаете ли, там, некая от начала до конца виртуальная история. Но боролись ведь, отчаянно боролись. Вот мне кажется, что это уже, знаете, по принципу маразм крепчал. Я, простите меня, я давно не живу в России, не бывал там уже 10 лет, 11-е идет. Там все так переменилось, что я слушаю людей, которые там еще остаются, в том числе моих друзей, знакомых. Я вижу, что у них тоже у многих с головой что-то не в порядке, да. Мне весь этот маразм и бред сегодняшнего российского бытия, в том числе и вот это вот желание бороться с молодыми людьми, там, с детьми, которые переодеваются в животных и бегают там где-то, играя в какие-то непонятные взрослым игры на четвереньках. Я не знаю, в чем их общественная опасность. Не знаю правое слово, бред какой-то. Все, что не укладывается. То есть вот люди, я так понимаю, отвечающие за воспитание молодого поколения, за правильный российский быт, за вот эти самые скрепы, за верность идеалам вождя Владимира Путина и прочее, и прочее, и прочее, нарисовали себе вот какую-то жесткую рамку, в которую все обязаны вписываться. Вот помните, ну вы, наверное, этого не помните, да, вот в свое время на задней обложке школьных тетрадей был, печатали нечто такое вроде наставления, какими должны быть вольники и пионеры Советского Союза. Там, типа, 10 или 15 правилов было. Слушаться старших, помогать младшим, уважать стариков, переводить бабушек через дорогу и так далее и тому подобное. Вот такое ощущение, что нечто подобное сейчас пытаются выковать в 21 веке люди, которые пытаются взять под контроль общественную нравственность, нормы поведения в обществе, на улице, во дворе. Бред какой-то, в общем. Вот еще хотел не о бреде, а о российской политике, но, может быть, они где-то рядом. Партия любителей пива восстала из пепла. Да что вы? Да, и вот ей уже прочат, что она займет место новых людей. То есть вот хотели какую-то такую не турбопатриотическую партию, не прям такую провластную. Вот, пожалуйте, партия любителей пива. То есть вот такой план можем просмотреть, что, ну, фактически российскую политику деполитизировать. Вот будет партия любителей пива, партия за то, чтобы в борщ добавлять сметану, а не, например, что-то другое. Партия любителей пельменей. Вот, и таким образом хотели политическое представительство, вот, пожалуйста, голосуйте за вот такие вот безобидные партии и больше никуда не лезьте. Или что, по-вашему? Ну, вы знаете, я просто немножко в курсе того, при каких обстоятельствах возникла в свое время, в 90-е годы партия любителей пива. Если называть вещи своими именами, так вот очень коротко опуская некоторые детали, это был такой, в некотором смысле, хулиганский проект группы, небольшой группы друзей, остроумных маркетологов, начинающих политтехнологов, рекламщиков, которые, ну, вот буквально на спор, да, поспорили там с какими-то своими друзьями, что вот мы сейчас возьмем, создадим партию любителей пива, ее допустят на выборы, мы ее зарегистрируем, и они еще будут говорить. И глядишь, сколько-то процентов она голосов на выборах наберет. Парламент, конечно, не пройдет через, там, я не помню, в то время был уже, по-моему, 5-процентный барьер, хотя, может быть, в 95-м и 3-процентный. Ну, врать не буду. Но факт тот, что они этого добились, они это сделали, они партию зарегистрировали, раскрутили, там даже какие-то лидеры были. Я этих людей лично знаю, не хочу называть фамилии, потому что, не дай бог, могу им чем-то навредить. Потом совершенно спокойно об этой партии любителей пива. Забыли, ушли всерьез дальше в свою вот эту профессию, рекламы, маркетинга. Кстати, довольно долго добились в итоге. Это отдельная история. Сейчас, может быть, просто продали кому-то права, найти торговую марку, бренд партии любителей пива, может быть, продали каким-то другим людям, которые по той или иной причине решили этим брендом воспользоваться. Глядишь, тоже выяснится, что за этим не больше, чем какая-то игра, какая-то попытка эпатажей или эксперименты с общественным мнением. Но, с другой стороны, любые эксперименты с общественным мнением, любые попытки вот таких вот фейковых проектов, которые направлены на троллинг общественного мнения, они могут состояться только, когда инициаторы такого рода проектов понимают, что они по тем или причинам окажутся востребованными. Вот, понимаете, в конечном счете там само название, сама идея партии любителей пива может понравиться самым разным слоям российского общества, которым виден идиотизм сегодняшней российской политики, ее абсолютная пустота. Ну, действительно, там, левые, правые, какие-то программы, которые они выдвигают, это все ломаного гроша не стоит. В российской политике буквально работает несколько формул простых. Если ты за Путина, ты можешь в политике участвовать. Если ты против Путина, тебе беда. Кончишь ты плохо. Если ты хочешь добиться больших результатов, ты должен очень горячо и страстно Путина любить, и задницу ему вылизывать неустанно, с восторгом. Тогда, может быть, в парламент попадешь, тогда, может быть, еще какую-нибудь тебе карьеру отстегнут с барского плеча. Вот и все. Вот интересная еще статья и в целом анонс, что в НАТО министры обороны вот этих стран будут переосмыслять политику по отношению к Кремлю. Ну, казалось бы, вроде бы, все понятно. И вроде бы было уже... Можно еще переосмыслять. Да, да, ну вот вроде бы уже назвали главной угрозой. Но, тем не менее, опять будут переосмыслять. Все это происходит на фоне такого целого турне Владимира Зеленского на протяжении этой недели. Ну, к сожалению, не удалось провести Рамштайн из-за урагана сильнейшего, который брушился на Штаты, и поэтому не мог приехать Байден. Поэтому Зеленский решил взять в свои руки ситуацию, поехал в турне, был в Италии, встретился с Папой Римским по коммунитарным вопросам, встретился с Олафом Шольцем. Это уже третья его встреча за эту осень неполную. Ну, то есть очень активно провел переговоры, то есть всячески пытается держать повестку Украину и ее потребности. Вместе с тем, через почти три года полномасштабной войны снова встречаются на переосмыслении. По-вашему, вот что они могут еще переосмыслять, и что еще может быть непонятно этим министрам обороны? Или все понятно уже? Ну, вы знаете, во-первых, я полагаю, что такие встречи неизбежны, потому что в демократических странах правительство приходит и уходит, где-то проходят новые выборы, появляются новые министры обороны, люди, может быть, менее искушенные в практических вопросах текущей политики, и новые встречи с новыми попытками с учетом всех последних событий поговорить в частности об Украине. Это неизбежная необходимость. Потом, вы понимаете, инерция политического восприятия всего, что происходит в России, и событий, и людей, и их мотивов, на Западе, на мой взгляд, колоссально. То есть, вот, казалось бы, за последние 25 лет, пока Путин находится у власти, столько событий произошло, столько решений Путиным сделано, столько заявлений прозвучало из его уст, что, казалось бы, вот нам с вами, людям постсоветским, которые, ну, понимают, что такое вот эта советская и постсоветская традиция, которым не нужно там ничего объяснять. Иногда достаточно поглядеть на человека, как он выглядит, как он говорит, какие он обороты использует в своей речи, какое его прошлое, кто его окружает, какой стиль его жизни и так далее. Все понятно, да, с тем или иным политическим деятелем. Разные бывают там, у которых вот так вот на лбу написано, что он как был бандитом, так и остался. У кого-то так же на голове написано, что он как был беспринципным конъюнктурщиком, так и остался и готов к тому. При случае за скромные деньги из одного лагеря он в противоположный перебегать и обратно, да. У кого-то на лбу написано, что вот он как был чекистом, так и остался, несмотря на то, что, как говорится, по несколько университетов закончил и на Западе поучился и в демократических кругах потерся, а все равно вот на лбу написано бывший оперработник комитета госбезопасности. А у западных политиков вот это не видно, потому что они живут в прекрасном, совершенно другом мире, где вот существуют веками выработавшиеся стандарты, правила неписанные, да. Политик не должен врать. Если политика поймали за руку, когда он врет, все, значит, его карьера окончена, на него бросается вся пресса, его иногда в считанные дни делают полным маргиналом, да. То же самое. Политик, влеченный в коррупции, в вздоимстве, в накопительстве. Политик, который, что называется, живет нескромно, на широкую ногу, строит себе, даже если он может это делать, какие-нибудь там замки и дворцы, даже если вот он в политику пришел из бизнеса, да, полагается жить скромно, да, не высовываться. Если умеешь пешком ходить на работу, вот, отлично, да, на велосипеде ездить из дома в парламент, прекрасно, да, ну и так далее. То есть и когда эти политики слышат, что Путин враль, что Путин расхититель государственной собственности, что Путин корруппирован до мозга костей, что у него где-то там зарегистрированы на его друзей и приятели офшорные компании, где он хранится, миллионы, может быть, миллиарды долларов своих личных денег, что он человек, который не гнушается нарушать законы, брать назад данные избирателям слова, нарушать международные договора, под которыми стоят подписи России или Советского Союза, которому Россия наследовала как правоприемница, да, это все еще вот то, что было до войны, до начала широкопасштабной украинской войны, это все было известно на протяжении многих лет, если не сказать десятилетий. Но не верили в него. Вы знаете, вот я, сколько раз мне приходилось давать интервью, выступать нам на каких-то международных конференциях, симпозиумах, круглых столах, куда меня периодически приглашали в разные европейские столицы, ты рассказываешь, а на тебя смотрят, знаете, как на такого там деда-щукаря, который там где-то сидит на заваленке и байки травит. То есть всерьез вот это так и не научились воспринимать. И предупреждение российских оппозиционных политиков, независимых журналистов, политологов, которые всерьез занимались исследованием внутрироссийской политики, пытались прогнозировать, куда идет российское общество. Они же предсказывали, что рано или поздно реакция, пока что направленная внутрь, выльется наружу. Что по мере того, как ужесточается авторитарный режим, зреют предпосылки для того, чтобы этот режим рано или поздно предпринял какую-то внешнеполитическую военную авантюру. И даже когда война с Грузией случилась, все равно на Западе политики искали малейшие возможности для того, чтобы часть вины за тот конфликт возложить на Грузию, на грузинское руководство, лично на Саакашвили. Говорили, а вот он первый начал, ну вы помните, всю эту систему аргументации. И никто совершенно не хотел поглядеть в правде в глаза и признать, что Россия хотела этой войны, что Россия рвалась уцепиться за любую возможность для того, чтобы напасть на Грузию. И по возможности дойти до Тбилиси, свергнуть ненавистный режим в Саакашвили, посадить туда президентский дворец своего правильного человека. То же самое и в Украине было, между прочим. Я очень давно, например, лично во многих своих статьях, интервью, публичных выступлениях говорил, что Путин никогда не простит Украине и украинцам унижение 2004 года, когда он поставил все на победу Ядуковича, а Ядукович проиграл и президентом стал Виктор Ющенко. И это была чудовищная обида, это было чудовищное унижение для Путина. Именно для Путина, для какого-нибудь другого политика, ведь хороший политик, он, как говорится, терпит поражение, отряхивается и идет дальше. И старается забыть о том, что у него была неудача. Это ничего личного, только бизнес, политический бизнес в этом смысле. А Путин воспринимает политические поражения очень близко к сердцу, воспринимает их как личные, как обиды, как унижения. И, собственно говоря, война против Украины это война одержимого чувством мести психопата. В этом смысле они сближаются в чем-то у них есть точка соприкосновения с Кадыровым. Но поверить в это Запад не может. И многие политики Запада по-прежнему полагают, что он такой же, как и мы. С ним можно разговаривать рациональным языком, ему можно предъявлять какие-то аргументы, с ним можно пытаться договориться. Его слово будет иметь какую-то силу, какую-то цену. А на самом деле хозяин своего слова дает, хочет берет обратно, как я уже не раз говорил. Я надеюсь, что когда представители Запада говорят о том, что настало время переосмыслить наши подходы к политике на российском направлении, переосмыслить... Простите, ради было... Это вырежете потом, я надеюсь. Этот враг. Так вот, я очень надеюсь, что когда представители Запада говорят о том, что достало время переосмыслить происходящее в России, нашу политику по отношению к ней, что, может быть, они наконец созрели для того, чтобы сказать себе с открытым текстом, признаться в том, с кем они имеют дело. И, может быть, соответственно, внести коррективы в собственный внешнеполитический курс на российском направлении.